В чем остро нуждается Ивантеевская центральная городская больница, в приоритете детская больница и поликлиника, почему в больнице умер подросток и что могут сегодня сделать депутаты, чтобы помочь исправить ситуацию в здравоохранении в кратчайшие сроки. На социальной комиссии Совета депутатов призывают к ответу главного врача ЦГБ Геннадия Аникина и его заместителя по детству Галину Фролову. Веды врачей в смерти ребенка нет. Причиной смерти явилось заболевание, несовместимое с жизнью. Диагностика наличия этого заболевания уже возможна только на последних стадиях развития этого заболевания, когда помочь уже либо сложно, либо практически невозможно. Это не равнодушие, это не бездушие врачей, это просто невозможность оказать именно помощь, чтобы спасти ребенка. Поэтому здесь, конечно, эта смерть прошла через сердца врачей и всех медицинских работников. Но я хочу сказать еще о том, что действительно не надо нагнетать обстановку в городе. Просто тяжело слушать, когда идут центральные передачи, не разобравшись, ничего. Прямо в этот же день начинаются передачи с обвинением врачей. Росздравнадзор начал проверку по факту смерти несовершеннолетнего. В городе организован сбор подписей под петиции, призывающей спасти ивантийских детей. Как гласит петиция, в городе нет детской реанимации и профильных специалистов. За три неполных дня – 3700 подписей. Под требованием министрам здравоохранения Московской области и Российской Федерации обеспечить больницу необходимым оборудованием. То, что касается детской реанимации, то в детской больнице, в соответствии с профилями, которые она оказывает по медицинской помощи, это педиатрия и инфекция, согласно стандартам оказания медицинской помощи, наличие реанимационного отделения нормативно не предусмотрено. Данная медицинская помощь оказывается в отделении реанимации в семиэтажном корпусе хирургическом, в котором имеются два врача-реаниматолога, обученные для оказания медицинской помощи по детской реаниматологии. У нас в отделении реанимации всегда предусмотрены койки для детей, которые нуждаются в реанимационных мероприятиях. Так как у нас учреждение скоропомощное, в приемное отделение которого по скорой медицинской помощи поступают пациенты различного возраста, в том числе и дети, то данная категория детей в случае необходимости и постановки им диагноза госпитализируется в реанимационное отделение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Согласно 909-го приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации, в случае необходимости транспортировки ребенка, его транспортировка осуществляется автомобилем скорой помощи в другое лечебное учреждение, где ему в процессе транспортировки оказывается медицинская помощь для поддержания его жизненных функций. В нашей скорой помощи имеются все необходимые реанимационные и в том числе и другие скоропомощные автомобили. Если по каким-либо причинам данная помощь нашим автомобилям может быть задействован где-то на другом вызове и так далее, то транспортировка осуществляется привлеченными автомобилями, потому что сегодня мы являемся учреждением областным, мы входим в состав государственной системы здравоохранения Московской области. В соответствии с дорожной картой и с тем регламентом, который предусмотрен в Московской области, то всех пациентов, нуждающихся как детей, так и взрослых, мы можем в рамках нашей Московской области направить на госпитализацию в любое лечебное учреждение. В том числе и в так называемой МАНИКИ Московской областной институт. За 9 месяцев 2016 года в детскую больницу и поликлинику удалось привлечь 10 врачей, 6 из них участковые педиатры. В связи с петицией здравоохранение может начать терять кадры. Депутаты анализируют статистику подростковой смертности. Последние годы в Авантеевке она ниже среднеобластной. И с начала прошлого года это единственный случай смерти подростка именно от заболевания, которое, по словам медиков, было несовместимо с жизнью. Это действительно страшная трагедия, которая произошла. Не имеет отношения к халатности врача, не имеет отношения к проблемам центральной городской больницы. Это действительно, к сожалению, природа данного заболевания. Но при этом работает оперативно-следственная группа, идет следствие, которое должно сделать официальное заключение и поставить точку над и. И о действиях врача, и о действиях центральной городской больницы. Мы лишь сегодня можем констатировать факт, что все возможные мероприятия были выполнены, что база в больнице за последние годы создана достаточно хорошая, сильная. Поддержка жилищная и материальная врачам есть, но все равно проблемы кадров сохраняются. И, наверное, сегодня самая важная задача из выступления всех, кто прозвучал здесь, это снять тот накал страстей, который появился в социальных сетях, относиться взвешенно к каждому слову, потому что убить можно не только предметом, но и словом. По итогам социальной комиссии Совета депутатов принят ряд решений о восстановлении Общественного совета по здравоохранению в городе и возобновлению работы круглых столов с участием врачей и специалистов, а также о необходимости увеличения затрат на компенсацию найма жилья для новых врачей. Депутаты выразили соболезнования семье мальчика.